Конституционный суд постановил, инициатива президента о проведении референдума противоречит Конституции. Глава государства не может менять Конституцию, а его инициатива превышает его полномочия, гласит вердикт. Также суд признал неконституционной статью избирательного кодекса, согласно которой президент имеет право инициировать республиканский референдум. Сам глава государства заявил, что суд использовал различные правовые уловки, чтобы отменить референдум, во-первых, по указанию властей, а во-вторых, потому что, являясь гражданами Румынии, члены суда испугались возможных последствий. Но вот хороший вопрос. Суд отказал только президенту или и самому народу высказаться по наболевшим вопросам? Разобраться в этом, я полагаю, уже дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. И сегодняшний мой гость, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова, Василий Боля. Добрый вечер. Добрый вечер. Политический комментатор, журналист, глава представительства МИР, Валерий Урениц. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Я надеюсь, что в ходе программы к нам присоединится еще один спикер. Это юрист, пусть это будет маленьким сюрпризом, кто это будет. Будем говорить, потому что то, что произошло сегодня, на мой взгляд, будет иметь свои последствия. И мы будем их с вами ощущать, какими они будут. Вообще, в принципе, ожидаемое было решение господин Боля или нет? Или думали, что вот в чем-то откажет, а в чем-то скажет да? Честно сказать, вот такого решения суда я не ожидал. Я ожидал того, что суд по тем четырем вопросам, которые были высказаны в декрете президента, проведение референдума, может быть, один вопрос, они скажут, что не является пророгативой президента или неконституционной, что-то в этом роде. Но считать, что вот четыре вопроса, которые президент предложил, чтобы народ высказался по четырем вопросам, считать их четырьмя разными референдумами, которые происходят в один и тот же день, вы знаете, вот такой логики вообще от Конституционного суда не ожидал. И честно сказать, я не ожидал того, что они полностью декрет, то есть все четыре статьи этого декрета объявят неконституционными. К сожалению, констатируем то, что Александр Танаси ушел с поста председателя Конституционного суда, и мы помним те решения, которые многие эксперты считают бытной тогда, когда Александр Танаси был председателем Конституционного суда, что были политизированы, либо политически обоснованы. Вот Александр Танаси ушел, а дело его живет и, к сожалению, мешает процветать в нашей стране. Почему? Потому что суверенен в нашей стране является народ. Народ имеет право и может высказаться по любым вопросам, по любым насущным вопросам. А тогда, когда говорят, что вопрос касаемо изучения истории Молдовы в учебных заведениях является эксклюзивной прерогативой ученых, я тогда задаю себе вопрос, а скажите, пожалуйста, что ученые, наши молдавские ученые, не являются частью нашего общества, не являются частью народа, не являются частью носителя суверенитета страны? И почему это вдруг народ не может... То есть народ может высказаться по таким насущным проблемам, скажем так, объявления войны или мира, вот что касается изучения истории государства, в котором они живут. То есть народ не может. Видите ли, у нас по этому поводу должны высказываться исключительно ученые. И желательно, чтобы эти ученые, я так понимаю по логике Конституционного суда, чтобы эти ученые должны иметь, во-первых, румынский паспорт, во-вторых, еще желательно какую-то награду от румынского государства. Спасибо, поняла. Господин Рениц, вы ожидали? Ну да, я, в общем-то, не только, я думаю, все, я думаю, президент ожидал этого. Почему господин Боля говорит, что он не ожидал? Потому что, ну, существует это противостояние, оно известно, и это будет доминанта вообще политической жизни, я думаю, до выборов. Это будет противостояние между двумя полюсами политическими, демократистской партией, с одной стороны, президент и социалистической партией. С другой стороны, поэтому, в принципе, это все, что я могу сказать, потому что я, к сожалению или к счастью, гражданин послушный закону, не могу оспаривать решение Конституционного суда. Это может себе позволить президент, я думаю, и депутаты, которые не раз критиковали Конституционный суд и при Александру Анастасии, вот и сейчас, но... Простите, да, простите. Вообще, с референдумом у нас, конечно, такая вот история не очень в Республике Молдова, я бы сказала, позитивная. Вот сейчас наши режиссеры будут пытаться связываться, я вам сейчас скажу, с кем? Михаил Петраки. Они сейчас будут ему звонить, я бы хотела послушать его комментарии. Но и для вас, и для наших зрителей я напомню, что в 1999 году Петр Криллович Лучинский инициировал референдум, в котором народу был задан вопрос, поддерживают ли они повышение президентских полномочий. И вот тогда с перевесом, по-моему, 55%, народ ответил да. Вот такая вот у нас история, была бы она со счастливым концом, если бы парламент хоть как-то высказался. Но парламент вообще это все проигнорировал. И вот теперь мы видим, у нас есть даже другая стадия этого всего. Теперь даже до референдума, собственно говоря, дело не доходит, а еще на стадии президентского указа. Господин Петраки, добрый вечер. Господин Петраки, вот у нас сегодня есть решение Конституционного суда, которое даже не позволяет инициировать этот референдум. Вот вы такой опытный политик, вы были советником президента по юридическим вопросам, возглавляли администрацию президента, да? Вот на этот раз не дошло даже до самого парламента. Как вы можете прокомментировать решение Конституционного суда, который сказал, что президент не вправе инициировать вот эти вопросы, в том числе и президентские полномочия? Ну, начнем с того, что я не читал решение Конституционного суда. Я не знаю, какие там аргументы приводит Конституционный суд. Но если речь идет о инициативе президента проводить и общенациональный, и консультативный референдум, то это дисклеционное право президента, оно, в принципе, ничем не ограничивается. Ни парламентом, ни Конституционным судом. Я мельком прочитал, что там один из аргументов в комментариях, что президент включил аж четыре проблемы, четыре вопроса на одном консультативном референдуме. Якобы это один из аргументов неконституционности самого референдума. Я думаю, что это недостаточный аргумент, поскольку в рамках одного и того же референдума могут быть ненесены разные проблемы. Главное, чтобы вопросы между ними не противоречили друг другу и не приводили к нулевому результату, чтобы ответ на один вопрос не аннулировал ответ по другому вопросу. Это могло бы быть одним из оснований. А так я не в курсе. В принципе, не в курсе аргументов, которые я изложил Конституционный суд. Ну вот суд признал неконституционную статью избирательного кодекса, согласно которой президент имеет право инициировать республиканский референдум. То есть, смотрите, статью избирательного кодекса. Да нет, это избирательный кодекс, но есть и текст самой Конституции, который предоставляет президенту инициировать и проводить такие консультативные референдумы. Поэтому мне трудно сейчас сказать, какие основания легли или какие аргументы легли в основу признания неконституционного самого указа о проведении консультативного референдума. Господин Петракий, а можно один маленький провокационный вопрос? Вот смотрите, тогда же референдум состоялся, да? Народ сказал, а нельзя ли вернуться вот к результатам того референдума? Ведь вернулись к результатам, значит, голосования по поводу парламентской республики? Может быть, сейчас есть смысл вернуться и сказать, а вот тогда народ сказал, вот да? Нет, я думаю, что нет. Дело в том, что тогда был проведен общенациональный консультативный референдум полупрофил предоставления, то есть о реформировании системы власти и о предоставлении дополнительных полномочий главе государства. Но это был один вопрос. Народ тогда ответил. И я хочу сказать, что это имело продолжение. На основании этих результатов президент создал национальную комиссию конституционную, составленную из представителей всех партий правящих и оппозиционных. Президент получил заключительный отзыв в Минститутской комиссии, а в конце концов парламент взял и проголосовал за 5-е или 20-е годы, который проголосовал совершенно противоположный проект об изменении конституции созданных. Вот тот самый хибридный, как его назвать, монстр под таким претензиозным названием парламентская система управления, в которой мы до сих пор, как говорится, крутим, терминцем и не видим ни конца, ни края. — Я благодарю вас за то, что вы участвовали в нашей передаче, отвечали на вопросы. Спасибо вам большое, хорошего вам отдыха. Мы прервали ваш отпуск. — Да, спасибо вам большое. — Да, спасибо. Ну вот, вы слышали комментарии. Кроме всего прочего, мы еще узнали, что было, оказывается, тоже решение Минститутской комиссии. То есть получается, что не первый раз то, что происходит сейчас по смешанной системе, принимаются решения и прислушиваются, но поступают по-своему. — Кстати, когда в начале мая в Кишневе была Венецианская комиссия, скажем так, второй заезд других представителей Венецианской комиссии именно по консультативному референдуму по расширению полномочий президента, значит, у меня была возможность на этой встрече у моих коллег сказать об этом, что в 1999 году или в 2000, если не ошибаюсь, Венецианская комиссия в своем авизе сказала, что они поддерживают вот те выводы, то решение, которое на референдуме, о чем народ сказал, поддержал президента. На этот раз, в июне месяце, когда рассматривалось на заседании Венецианской комиссии этот же вопрос, эксперты были категорически против того, чтобы расширялись полномочия от президента. И даже во время дискуссии, я вам скажу, что там дискуссии были очень бурными, один из членов Венецианской комиссии задал риторический вопрос, сказав, вы представляете себе, что значит отдать сильному президенту в руки слабый парламент? Вот именно такие слова были высказаны в ходе дебатов Венецианской комиссии. Но были и другие критические мнения других представителей, в том числе Венгрии, Австрии, которые говорили о том, что они не согласны с тем, что результаты консультативного референдума не имеют никакой юридической силы в том смысле, что они подвергли критике некоторые визы, которые дает Венецианская комиссия и те двойные стандарты, которые принимает Венецианская комиссия. Сказав, что извините, уважаемые господа, а не прошел ли в Великобритании известный нам Brexit, консультативный референдум по выходу Великобритании из состава Европейского Союза? Это был тот же самый консультативный референдум, где народ высказался с маленьким перевесом и правительство уже после того, как народ высказался, пусть даже в ходе консультативного референдума, они уже дальше предпринимают непосредственные шаги для того, чтобы волеизъявления народа претворить в жизнь. И то же самое они сказали, что по отношению к Молдове должна быть та же самая риторика и то же самое отношение. Но хотите сказать, что правильные стандарты и здесь? И здесь, и там, и где угодно. То есть тут, скажем так, есть интересы. Вот то, что господин Вернице говорил о том, что будет постоянное противостояние двух политических сил. Ну, да, на самом деле мы сегодня это чувствуем, мы это все переживаем, в том числе и общество. И даже те результаты социологических опросов, где подавляющее большинство населения, если бы состоялся этот референдум, поддержало бы президента, ну, Демпартия, власть этого не хочет. Я благодарю вас. Они не хотят того, чтобы расширить полномочию президента. Я понимаю, мы сейчас подробнее об этом поговорим. И дать дополнительные рычаги в руки президента. Спасибо. Господин Вернице, многие склоняются, что все-таки это политическое решение. И связано оно в большей степени именно с этим ответом на этот вопрос. Ну, вот представим себе, значит, что парламент на самом деле вот берет и поддерживает возможности распуска самого себя еще. Да, вот говорит президенту. Да, господин президент, мы согласны. Давайте вот, если мы там еще что-нибудь плохое сделаем, то вот у вас должно появиться значит, такое право распустить нас. Вот политика чистой воды, вот стремление, значит, вот этой правящей коалиции удержаться вот в нынешнем формате. Да? Так нужно понимать? Ну, во-первых, Конституционный суд высказался вот в лице председателя Александра Анастасии насчет того, насколько оно политическое или политизированный институт. И тогда Анастасий не постеснялся и сказал, что, в общем, такова природа всех Конституционных судов в Европе и с достаточными примерами. И он приводил слова каких-то авторитетов в этой области, что вот так, то есть не просто Конституционный суд не просто трактует закон с точки зрения юридической, но принимает во внимание некие политические моменты. Мы-то думали, что это орган высшей юрисдикции? Нет. Вообще так считается? Так, как я говорю. Люда, там был очень серьезный спор, если ты помнишь, развернутый спор, спорили, не знаю, два-три человека, два-три авторитета в юридической области. И Анастасия тогда, то есть не то, что стесняясь, он сказал, что да, вот такова природа Конституционного суда, что он может принимать такие решения, учитывая политические моменты или вообще политическую нагрузку, так сказать, какого-то момента. Поэтому сказать однозначно, что вот они сейчас считать это за нарушение или за какой-то ущерб юридической нормы, то уже как бы трудно это говорить после таких разъяснений, после такой трактовки. Не знаю, как на самом деле, потому что я так после этих споров предположил, что тут уже нужна специальная подготовка, чтобы понять, что же это все такое. Там были примеры, где Конституционный суд принимали решения в Европе, вот именно даже не хуже, то есть похлеще наше, в смысле политического наклона. Я сейчас не буду вдаваться, не помню и не нужно, но вот был такой спор, и после этого я уже, как человек, который следит за политической жизнью, не удивляюсь ничему. Тем более, что господин Панцир, человек, который проработал в европейском, в Чедо, в европейском суде не один год, а по-моему, девять или больше, и он-то человек, который приходит оттуда с какой-то европейской практикой, то есть обвинять его в том, что он не знает, что происходит в Европе и как судят в Европе, тоже нельзя. Хотя я сам очень большой, так сказать, евроскептик. Мне Европа не все нравится, мне нравится старая Европа, мне нравятся настоящие, то есть ценности европейские, которые до 21 века как-то там они были более различимы, что ли в Европе. Теперь я не знаю, там очень такой интересный компот в европейских обществах и не могу сказать, что по-настоящему европейское сегодня. Они говорят все время о политкорректности. Не знаю, я бы поспорила с ролью конституционного суда, да, в обществе любой страны. Я просто хотел сказать, что я, что я, вот что явно, если разобраться вообще в психологии всего этого момента, то, конечно, что наш народ как бы по менталитету... Можно я продолжу, если разобраться в психологии этого момента, то подыграли власти? Да? Я хочу это услышать. Я не могу это утверждать. Подыграли правящие коалиции? Сыграли вместе сообща. Вместе, да. Вот такая формулировка. Подыгрывать, знаете, это как в футболе. Где-то можешь споткнуться на ровном месте. А тут вместе сообща пасовали мяч и вместе сообща загнали его в ворота, при этом нарушив правила. Понимаете? Но я не могу понять одного госфейнболя. Вот смотрите, вот уже говорим открыто. В этой студии много раз говорили, что решения конституционного суда очень часто политизированы. Уже вот Валерий нам и спор вспомнил, что это ни для кого не секрет. И тем не менее, вы все время, я насколько понимаю, идете по законодательному полю. Я понимаю, почему вы это делаете. Но вот сейчас вам в этом референдуме отказано. Президент говорит, а мы вот еще на следующий референдум пойдем. Вы понимаете? Я понимаю, но смысл? Даже если этот референдум состоится, вот что будет? Вот то, о чем вы говорили, что это все можно сравнить с преступником и полицейским. Вот преступник, у него, скажем так, нет рамок, он нарушает законодательство. А полицейский должен его поймать, посадить, наказать, используя, или находясь вот в этих рамках законодательства. Вот если хотите, можете вот этих ребят назвать преступниками, а нас полицейскими. И рано или поздно мы их поймаем и посадим. Почему? Потому что невозможно таким образом вот издеваться в том числе над Конституцией. То есть, когда хотят, исходя из какого-то политического момента, или по чему-то заказу, они принимают одно решение, а потом в другом контексте они могут принять совсем другое решение. Невозможно. Таким образом мы открываем вот этот ящик Пандора, да, и рано или поздно придут какие-то другие, скажем так, выращенные, не знаю, на других принципах юристы и опять повернут все с ног на голову. Мне очень нравится ваше сравнение, которое вы сейчас употребили, полицейский, преступник, но понимаете как, есть один нюанс, полицейский может, когда он задерживает преступника, он может использовать спецсредства. Подождите, он может использовать спецсредства и он может к тому... Вот мы эти спецсредства будем использовать. Послушайте, пожалуйста. Он может еще разные уголовные статьи менять. Так вот, почему же вы остановились тогда вот на этом? Почему вы законодательный референдум не инициировали? Это тоже было в ваших рамках? Может быть, если бы вы только этот вопрос взяли? Момент. Это была инициатива президента. На основании Конституции президент имеет право декортировать, издавать указы о консультативных референдумах. Что касается законодательных и конституционных референдумов имеет право... Опять же, это все написано в Конституции. Мы же не будем жонглировать таким же образом, поступать, как эти ребята. Мы четко, конкретно говорим и в определенных моментах даже, скажем так, боремся с... или пытаемся ликвидировать ту юридическую, не хочу сказать безграмотность, а вот... Ну почему? Это хорошее слово. Не ругательное. Население в смысле знания тех моментов, принципов, которые заложены в Конституции. Мы четко говорим, вот президент, у него такие полномочия созывать консультативный референдум. А вот что касается законодательного конституционного, это имеет право парламент, имеет право народ, то есть это может быть народная... То есть в парламенте вам бы не хватило голосов. Это может быть народная инициатива. И вот мы прошли сейчас первый этап. Дальше будет лучше. Увидите, я так понял, сегодня президент стороны высказался практически по поводу того решения конституционного суда, мы как партия завтра, на завтра мы созвали республиканский совет партии. Я уверен на 100% что мы это будем внутри партии обсуждать и дальнейшие шаги какие должны мы предпринять для того, чтобы те инициативы президента, которые исходят от народа, чтобы их воплотить в жизнь. Спасибо. Валерий, все правильно они делают социалисты, либо все-таки есть, как они декларируют, цель, есть какие-то еще пути, например, подписи могли бы собирать, еще какой-то путь, как вы полагаете? Есть пути, на которые много светлых голов у социалистической партии, они подумают. Я не советник ни президента, ни социалистической партии, у них своих людей компетентных, достаточно образованных. я думаю, что кроме этих чисто юридических и теоретических так сказать воззрений, существует реальная политика на дворе и менталитет народа, который просто позволяет политикам во многом отклоняться от этих юридических установок. Потому что, например, ну что, если хотим только одномандатный парламент, а потом вдруг насмешиваются, ну это скажем так, не очень хороший пример, для социалистов. Но я могу сказать просто просто хотел сказать, в принципе давайте подумаем, как среагирует на этот сам народ. Я думаю, что не остро, что народ даже не заметит этого, потому что этот референдум это какой-то уровень, хороший уровень демократии. А вот высокие уровни демократии, высокие материи демократии, они у нас доступны, в принципе, но никто их руками не очень трогает. То есть народ не любит пользоваться демократией, потому что почему? Потому что народу не дают. демократии, я думаю, что тут другое. Вот политические свободы, в особенности социальные свободы, это уже какой-то уровень выше после экономических свобод. Пока у народа не будет настоящей экономической свободы, то есть пока народ не будет хорошо накормлен и у него не будут примерно материальные европейские стандарты. Ведь мы стремимся в Европе как политики стремятся к законодательствам, законодательным стандартам, а весь народ к экономическим стандартам, к материальным стандартам. Вот когда народ достигнет этих материальных стандартов, то он будет думать о других свободах. А пока... Мне кажется, что вы хотите сказать, что бытие определяет сознание, но на месте народа я бы все-таки немного обиделась, особенно сейчас. Ну давайте посмотрим на реакцию народа. Я не говорю о реакции, я говорю сейчас вообще о способности. Потому что в принципе, насколько я понимаю, отказали не только президенту, отказали народу, сказали, не ваше дело. Есть для этого люди, которые вот они должны решать. Еще самое интересное, это когда точно знают ответы на вопросы. Знают, как народ ответит, поэтому зачем народ спрашивает? Мы же знаем, что нам невыгодно будет. нам невыгодно будет, чтобы народ ответил так. Потому они задают самые такие острые вопросы. Спроси сейчас народ про НАТО, что народ скажет. Ну мы знаем, Скажет, да, народ скажет, нет, потому они не проводят референдум. Понимаешь? И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время и не соберутся. Не так, Господин Боль? Согласен с вами. Давайте поговорим о политических последствиях этого шага. Потому что если мы тут сейчас с вами договорились, что это решение политизированное Конституционного суда, оно будет иметь какие-то политические последствия. Нет ли такого опасения, что вот эта неудача скажется на рейтинге президента или партии? И демократы должны ли себя чувствовать так уж победителями в этой ситуации? Я не думаю, что они должны себя чувствовать победителями. Комментирует сегодня господин Канду, господин Филипп. Канду сказал, вот прям повторил наши аргументы. Скажем так, еще не вечер. Почему? Потому что сегодняшнее решение Конституционного суда, я уверен, что будет иметь определенный политический эффект во времени, во-первых. Почему? Потому что скажем так, вот сейчас в августе месяце может быть определенная маленькая передышка, чтобы все набрали сил, а с осенью все возобновится. С осенью, с приходом, скажем так, с новым политическим сезоном, в том числе в парламенте, в том числе у нас в стране. Я думаю, что это может возобновиться с другой силой, с другим акцентом в том числе. И посмотрим, как это украинцы этой власти, как это украинцы, в том числе Конституционного суду. Сегодня, вы знаете, я заметил так, Конституционный суд был очень активным, то есть рассматривалось три или четыре вопроса в Конституционном суде, в том числе было провозглашено решение по Конституционности некоторых поправок в законе о пенсиях, касаемо пенсий судей, где они то есть Конституционные не обидели себя? Нет, почему? Они даже друг другу погладили по головке, сказали, что вы знаете, все-таки судьям должна быть определена отдельная пенсия, которая, опять же, они сказали, что должна быть не ниже тех, скажем, прав, да, либо не ниже того жалования, которое судья получал перед, непосредственно перед выходом на пенсию, то есть они сами уже определяют за правительство, какая у них должна пенсия, то есть если правительство определило, что у судьи должно быть 25 тысяч лей, да, зарплата, то перед выходом на пенсию или непосредственно, да, тогда, когда вышел на пенсию, вот будьте добры специальную пенсию этому судье в размере одного оклада судьи в нашей стране, ну, я понимаю, что мы, каждый из нас в определенной мере, да, эгоист, ну, извините, уважаемые, но смотрите, опять же, если вы так смотрите на политический аспект, да, при принятии одного или другого решения, так посмотрите на этот политический аспект, когда они говорят, что определяют, что вы знаете, у нас вот в 16-м году, в 2017-м году был так называемый пророст в экономике, и они не чувствуют, что сторона находится в экономическом кризисе, они говорят о том, что в стране есть рост, и чуть ли не на уровне решения Конституционного суда уже говорят о том, какая должна быть следующая зарплата в следующем году. Это интересная тема, но я возвращаю вас все-таки к теме политических последствий этого решения. Валерий, каковы будут последствия? Ну, вот, считая перспективы сегодняшнего дня, то я думаю, что это, во-первых, породит большие споры внутри социалистической партии, потому что, ну, была какая-то задача, которая не была реализована, будут обсуждать, наверное, почему, что делать, как реагировать, и господин Дадон сегодня намекнул, что могут быть какие-то не исключил протесты, протесты и так далее. Ну, даже если будут протесты, на все протесты, то есть, есть право конституционное, слава богу, оно как бы не оспаривается, даже конституционным судом. Протесты могут быть, они были, вот 30-го, может, тоже будут эти волнения. Но я так думаю, что просто и демократы, за которыми Европа, и социалисты, за которыми Москва, должны очень хорошо продумывать свои шаги, и даже если они идут на эти противостояния, то не стоит друг друга ломать кости до выборов, до очередных выборов, потому что очень сильные противостояния могут привести, например, к таким непредсказуемым или хорошо предсказуемым вещам, как углубление конфликтов в Приднестровье, например. Это могут использовать наши внешние как их назвать, чтобы не назвать врагами, наши внешние оппоненты. Могут вообще нарушить, есть какой-то статус-кво, согласитесь, сейчас в стране, которая, я думаю, может идти на пользу граждан. есть часть традиционно, где-то 45-50% которые за Европу, есть 50-55% которые за Россию. Эти цифры динамичны, и во времени, смотря где кризис в Брюсселе или в Москве, они потихоньку меняются, не суть важна. Есть это противопостояние, так не нужно ее доводить до накала. Я думаю, что хорошо, что есть открытость теперь через социалистов и президента есть открытость к Востоку, к евразийской стороне. То есть таким образом достигаются какие-то более-менее хорошие отношения, я так скажу, умеренные или уменьшаются риски, давайте скажем так, военно-политические социальные риски. И с другой стороны есть эта сторона европейская, которая иногда не очень европейская, и тоже как бы обеспечивает, скажем... А может быть эта власть не всегда ведет себя, я имею в виду, коалицию по-европейски? А европейцы они все-таки европейцы, не? Может поставить акцент? Ну, как европейцы? Вот сейчас, например, при этом конфликте со смешанной системой голосования, то европейцы повели себя точно, как ведем мы себя здесь, в Молдове. То есть сама брюссельская власть немножко так промолчала, а вот партии, которые... Почему же промолчала? Магирини высказывалась? Ну и что? Магирини высказывалась от себя? Магирини вообще-то комикар. И хан от себя, да. Но они просто, как бы это было эхо их народной европейской партии. То есть эти партии, которые сочувствуют Майсанду и Настасье и некоторым здесь оппозиционерам, они высказались. Точно, как у нас. И тут я не видел большой разницы. Я думаю, что в принципе, как везде, то есть видны очень такие эгоистические партийные интересы, за которыми их всегда стоит большой капитал. И последний вопрос. У нас уже мало времени остается. Я понимаю, что сейчас, господин Боле, вы не сможете ответить, что будете делать дальше. То есть понятно, что будет собираться республиканский совет, вы будете это все обсуждать. Но интересно в принципе одно. Вот эта идея, я имею в виду, которая была заложена в вопросах по референдуму, вы ее оставите, если будет сопротивление какое-то? Вот вам скажут, что вот это нельзя, и следующее нельзя. Вы на этом остановитесь? знаете, есть такая пословица, если нельзя, но очень-очень хочется, то можно. Поэтому мы будем придерживаться этой пословицы. и будем делать все возможное для того, чтобы претворить вот те вопросы или те идеи, которые были высказаны в декрете президента, да, те вопросы к народу, чтобы их претворить в жизнь. Что касается вот изучения истории Молдовы, уже президент вчера на пресс-конференции сказал, что вот к осени будут очень много акций, в том числе будет очень жаркая осень. Будет и фильм снят по истории Молдовы. Что касается кражи века, миллиарда, поверьте мне, что никто не собирается от социалистов от этой идеи отказываться и показать народу непосредственных людей, которые в этом участвовали, тех, кто на этом нагрелся. Что касается прерогатив президента, а это народ хочет, понимаете, у нас народ хочет, чтобы был один человек, с которого в стране был бы спрос, понимаете, не какое-то понятие растяжимое, вот власть, а кто конкретно, скажите, это важный момент, тема президентских полномочий будет в поведении дня? Обязательно, обязательно, и в том числе то, что говорил президент, или тот вопрос, который задал президент, народу согласно ли они, чтобы уменьшился состав парламента. А это необходимость исключительно демографическая, я, так как народу меньше, население стало меньше. Спасибо. Господин Реница, судьба вот этих предлагаемых изменений, как вы полагаете, какова она? Например, что касается истории Молдовы, я тоже за то, чтобы у нас изучали настоящие истории, чтобы не был государственный заказ, тем более государственный заказ чужого государства на изучение истории. Что касается других вопросов, я думаю, что сторонам и той, и другой, которые сейчас находятся в противостоянии, хорошо бы подумать все-таки, когда речь идет о волеизвлиянии народа, потому что сегодня так, а завтра может быть по-другому, я имею в виду. Потому что иногда то, что хочешь кушать, как вот я, продолжаю твою. Да, у народа растет политическое сознание, и вот в кризисных моментах оно иногда может проявиться и может проявиться сильнее, чем, так сказать, первородные инстинкты, я имею в виду кушание. Но с другой стороны, я бы пожелал, как гражданин, чтобы все-таки стороны сконцентрировались на таких острых экономических вопросах. Сейчас идет реформа правительства, тоже будет непросто, и нужно будет там договариваться, потому что один этот закон подписывает, другой промульгирует. Все время вот этот острый вопрос будет стоять в обществе, поэтому все равно нужно будет договариваться, и по этим вопросам иногда договаривались, и неплохо. Я вообще посмотрим, да, мне кажется, не по всем вопросам можно договориться, по-моему, и мы уже свидетели того, что эти процессы иногда бывают очень непростыми, и на мой взгляд, даже это правильно. Но по тем, которые интересуют, которые интересуют очень для общества полезных, хорошо бы, чтобы разобрались стороны, и все-таки согласны. полезны практически все вопросы, которые рассматриваются, другое дело, если они не решаются, согласись. Благодарю вас за участие в этой программе. На самом деле, мне само очень любопытно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Только хотелось бы от себя добавить, что на самом деле обидно, когда не хотят послушать, что думает народ по той или иной проблеме, по любой, вот абсолютно по любой. Мне кажется, это было бы правильно, хотя бы иногда знать. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.